14 сентября день Симеона Столпника Назван в честь преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника. В волею случая он попал в храм, где услышал службу и уверовал в Бога. После этого он стал молиться и просил Господа указать, как ему жить. В тонком сне ему была подсказка. Сначала он поселился в ближайшие обители, затем удалился в пустыню. Сам Симеон положил начало новой форме подвижничества, столпничеству. Он стоял на высоком столбу и молился в течение 80 лет. В этот день начинается старое бабье лето – Марфина. Продолжительность его неделю с 14 по 21 число. Крестьяне старались убрать все яровые до сегодняшнего дня, которые еще называли днем Симеона летопроходца. Если этого не сделать, посевы могли погибнуть из-за плохих погодных условий. И вообще, к этому дню зерна из колоссиев выпадают сами. С этого дня крестьяне выпускали скот на поле. Хозяйки были заняты домашними заготовками, солили огурцы и прочее. Вообще, к этому дню надо было закончить все дела и все сделки. Считалось, что после этого срока все предприятия будут неудачными. Семенов день считался счастливым. В это время переходили в новый дом, справляли новоселье. Было такое обычае. Сегодня мальчикам, которым исполнилось 4 года, садили на лошадей и катали на них. Этим отмечали вступление во взрослую жизнь. Сегодня же детей и стригли. С этого дня начиналась пора свадеб. Для этого устраивали гуляние с хороводами. Женихи выходили во двор для того, чтобы присмотреться к невестам. Пекли пироги, накрывали столы и звали гостей. Так продолжалось аж до 28 ноября. Приметы. Если на Семен день погода теплая, то вся зима будет теплая. Если на Семен день ветер дует с южного края, зима будет гнилая и теплая. Если ветер несется из-под солнца, зимой ветры будут с севера. Если гуси уже улетели в теплые края, зима наступит рано. Погода дождливая сегодня, осень будет такой же. Много паутины, осень будет сухой и длинной. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать. А для того, чтобы вам помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!